Итак, в чём же заключается семейная карма в наше время? Влияние современного общества на семейную жизнь. Проблема заключается в том, что в современном обществе тает культура. Культура не означает носить швейцарские часы, ходить в определённом стиле и разговаривать определённым языком, и есть пищу в определённом суши или ещё что-то, то есть китайская кухня, японская и так далее. Это не культура, как некоторые думают. Культура означает, что человек изучает, знает нравственные принципы жизни. Культурный человек или некультурный? Разница заключается только в том, слышит он голос совести, чувствует совесть или нет. Совесть проявляется через священные писания, и она проявляется через сердце. Но проблема заключается в том, что в сердце нашем сидит также не только совесть. Там сидит также наше ложное эго. Оно нам иногда говорит, а иногда совести различить очень трудно. Для того, чтобы различить, человек должен изучать священные писания, потому что священные писания подчёркивают, где совесть, а где нет. Они дают нам образование. Также человек должен слушать старших в целом и иметь наставника в частности. Три силы, которые дают возможность соединиться с совестью и получить культуру жизни. Так как в современном обществе нет старших, нет священных писаний и нет наставника, поэтому какие у нас шансы понять, что делать? Поэтому в современном обществе большинство людей живут в диком виде, не имея прибежища, не имея пристанища в жизни. Я сегодня, когда читал молитву, в парке ходил. Там такой парк, с одной стороны католический храм, с другой православный. Так, дорожка между ними. Я между ними ходил туда-сюда, туда-сюда. Хоть я не католик и не православный, но я люблю верующих людей. Когда я подходил к православному храму и развернулся назад, и шел назад, то в этот момент к храму подходила одна женщина. И она улыбалась мне, когда она проходила мимо. Сначала думал, что она слушает мои лекции, но потом я понял, что нет. Как вы думаете, почему она улыбалась мне? С любовью по-доброму. Не заигрывая. Нет, я не улыбался. Нет, не всегда она улыбается. Там не было третьего дома еще с другой стороны. Который неизвестный архитектор построил. Которым всегда улыбаются. Нет, не отгадали. Нет, не просто рады ведь. Да, это факт. Она улыбалась мне особенным образом. Она улыбалась мне как человеку, который глубоко понимает ее чувства. Она думала, что я иду из православного храма и поэтому улыбалась мне. Я был ей очень благодарен за эту редкую улыбку, потому что я не православный человек. И вот так в жизни, просто так, не всегда мне улыбаются. Но я был очень... Этого улыбок хватает. Но это особая улыбка, потому что она думала, что я иду из православного храма. Это была улыбка православного человека, понимаете? Я получил ее вкус, ее отношение с Богом в этот момент. А как вы думаете, почему она имеет право так улыбаться? Она же меня не знает. Потому что люди, когда к Богу приближаются, они становятся очень близки друг к другу. Вот смотрите, есть три слоя жизни. Первый слой — это невежественная жизнь, когда у людей эгоизм очень сильный. И люди такие, они верят только в себя и живут только для себя. Обычно такие люди, они, женщины, живут в жуткой депрессии, постоянно со всеми конфликтуют, воюют, всех ненавидят. Второй вариант — мужчины чаще всего пьют, дебошат, ругаются матом и принадлежат к уголовной среде или к теневому бизнесу. Иногда эти люди могут быть очень сильно образованными, но всех их отличает ненависть к другим. И жуткая вражда, категоричность по отношению к другим людям. Это означает, что они живут в невежестве. Это страшная ситуация в жизни. Невежественные люди не имеют совести, не контактируют с голосом совести, нет контакта. Обычно они далеки от духовности и не понимают, что такое духовное знание. Их цель жизни — это доказать свое. Такие люди не могут жить в семье, они ругаются с близким, бьют их. Обычно они хотят только секса. Есть три типа отношения к судьбе. Первый тип — безнадежный, что с ними делать. Второй тип — что с нами делать, полегче уже. И третий тип — что делать со мной, мне. Какой вы вопрос мне хотели задать из этих трех? Видите, какой вы разумный человек. Мне кажется, что вы вообще преподаватель, да? Вы преподаватель? А? Иценни. Спасибо вам за этот ответ. Вам очень больно, я вижу, но вы правильный ответ выбрали. Это значит, что вы побеждать судьбу начали уже свою, сто процентов. Вообще, каждый человек ведет себя только так, как он может себя вести. И причина, почему он так ведет себя, — это его надлом. Сильно сломанные люди становятся невежественными. Поменья сломанные становятся страстными, а не сломанные благостными остаются. Понимаете, если человек попал в невежество, значит, то его жизнь сломала полностью. В этом причина. И что с ним делать? Надо заботиться о нем. Но на дистанции, на расстоянии. Если рядом с вами живет невежественный человек, не надо с ним пытаться строить очень близких отношений. Также, когда человек болеет инфекционной болезнью, его надо лечить, но не надо с ним целоваться. Вы также заболеете инфекционным заболеванием. Если это неизлечимое заболевание, то вы помрете вместе. Слушайте, пожалуйста, а священнослужитель должен быть наставником? Священнослужитель должен быть наставником. Да, потому что если он священнослужитель, значит, уже сам Бог велел ему быть наставником. Но он может и не быть наставником. То есть наставник — это тот, кто близок к вам. Допустим, если вы чувствуете, что у вас нет с этим человеком близких отношений, ищите того, с кем есть. Но священнослужитель точно может быть наставником. Точно. А возраст вообще ни о чем не говорит. Душа же вечную природу имеет. Может, ребенок давать наставление и быть мудрецом. Был в ведах один такой случай, когда один мудрец имел ученика. У него был ученик, у которого родился очень высокого плана мудрец, очень мудрый человек. И он был еще ребенком маленьким, этот мудрец. Но он родился у одного человека, потому что он был очень благочестив. И его учитель, когда увидел ребенка, он посмотрел на него внимательно, на ребенка, а потом прямо покланился перед своим учеником. И тот упал на колени и говорит, «Учитель, почему вы меня проклинаете? Зачем вы поклонились? Я не могу принять таких отношений. Вы старше, я всегда останусь кладшим». Он говорит, успокойся, не волнуйся. Я поклонился не тебе. Я поклонился этому ребенку, которого ты считаешь своим сыном, и поэтому считаешь себя выше. И это нормально. Ты для него отец, и ты можешь быть выше для него всю жизнь. Но я знаю, кто родился у тебя. Я знаю, насколько это великая Личность, поэтому я считаю себя его учеником и кланяюсь ему уже сейчас. Сто процентов, что даже юноша может давать наставление. Был такой в ведической истории такой случай. В ведах принято освещать пищу. И один отец, он попросил ребенка освятить пищу. Освятить пищу означает, что Бог должен прикоснуться к ней. Ну, своим взглядом, своими мыслями как-то прикоснуться. Значит, пища становится освященной. Но мальчик, он думал, что Бог должен скушать все. Он был очень маленьким, было всего пять лет. И он плакал, плакал перед этим алтарем. Отец ушел, и мальчик освещал пищу. Он плакал перед этим алтарем так искренне. Он был настолько возвышенной душой, что Бог все скушал. На тарелке ничего не осталось. Когда отец пришел, он говорит, слушай, ты что все съел? Ты не оставил ни мне, ни маме. Он ребенок говорит, я ничего не ел. Ты мне сказал, чтобы Бог все скушал. Ну, он все скушал. Ну, он все скушал. Тогда отец, он так же сказал сыну опять осветить пищу. Опять ушел, но сам спрятался. Ему хотелось увидеть, как Бог кушает. Но так как это не каждый может видеть, поэтому ребенку в этот раз очень туго пришлось, то есть ему плакать пришлось гораздо больше. И отец потерял бдительность, как бы было долго, все это долго длилось очень. И он на время, как-то на секунду, он отвернулся куда-то. И в этот момент Бог быстро как бы начал кушать. А когда отец повернулся опять, он увидел, что там уже меньше пищи. Но Бога уже не было. Я не знаю, как он появился перед этим ребенком, не знаю, в каком виде, как. Но факт остается фактом, что он так и не увидел отец. Но с этого момента он начал этого мальчика считать своим наставником. Начал поклоняться ему как духовному учителю. Это исторический факт. И этот мальчик действительно вырос таким человеком. Не факт, что наставник должен быть старше обязательно по возрасту. Возраста нет в духовной жизни. Но если этот человек младший, он ничего не соображает, он неразумный, значит, он не наставник. Если человек, несмотря на юность, обладает огромной силой разума, то это признак того, что можно получать у него наставление. Итак, в чем же заключается семейная карма в наше время? Каково влияние современного общества на семейную жизнь? Современное общество разрушает семейную жизнь. Как оно это делает, я вам сейчас расскажу. Самая главная причина разрушения – это устой, который существует в современном обществе. Например, могу ли я развестись со своей женой? Имею я право или нет в нашей культуре? Имею право. Понятно, что мои родственники ее будут против, они будут сопротивляться, но общество в целом будет против? Нет. Хочешь – разводись. Меня с работы выгонят? Нет. Мне что-то скажут, администрация города что-то скажет по этому поводу? Нет абсолютно. Соседи скажут что-то, я развожусь с женой. Ну, может, скажут, если они хорошие люди, скажут, ну, зачем, не разводись. Но вспомните 40 лет назад. Если человек бросает жену, его увольняют с работы. Его разбирают там на коммунистическом собрании. Представляете, это то общество, в котором не было Бога даже. Оно было более нгарственно, чем наше. Представляете, мы до чего докатились? Мы сейчас живем вообще непонятно как в этом плане. И поэтому человек должен понять, что есть три слоя общества. Есть невежественный слой, есть страстный слой. Страстный слой – это люди, которые имеют уже меньше эгоизма в сознании, чем невежественные. Но они, их эгоизм, но все равно эгоизм преобладает. Только он коллективный. Эгоизм есть два качества – я, качество я и качество мое. Качество я означает, я хочу наслаждаться. А качество мое означает, я хочу наслаждать тех, кто рядом со мной. Потому что они же связаны со мной ниточками. Они же один водоемчик у нас общий. Поэтому, если моему ребенку лучше и мне лучше, моей жене лучше и мне лучше. Но это тоже эгоизм. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, а я вот для своего сына живу. Это же бескорыстная жизнь? Нет, не бескорыстная. Ты же не можешь так же честно и чисто жить для чужого ребенка. Так ведь или нет? Например, есть личный эгоизм, а есть распространенный эгоизм. Но личный эгоизм более эгоистичен, чем эгоизм расширенный. Так, например, если я только для себя живу, я живу в невежестве. А если я живу для себя и своих близких, то это жизнь страсти. Что же такое благостная жизнь? Это когда человек начинает для всех жить. Начинает служить всем. Другим людям. И так же он не бросает служить и своим близким. При этом. Большинство людей сейчас живут в страсти. Жизнь страсти означает внешне направленная жизнь. Мы не внутри счастья ищем. Вот смотрите. Я сажусь, начинаю молиться. Это значит, что я делаю? Значит, я верю, что через мое сердце все проблемы решатся. Я решаю через сердце. Я захожу внутрь. В молитве читаю молитву, обращаюсь к святости. И что дальше происходит? Я смотрю туда и думаю, там успокоилось или нет? Если там успокоилось, значит, я знаю точно. Все меняется к лучшему. У меня есть тут твердая вера, что это так. И даже если вокруг люди еще не реагируют, они среагируют позже. Но люди в страсти, они не могут доверять сердцу. Они доверяют только тому, что происходит вокруг. Поэтому они меняют ситуацию вокруг. Они воздействуют на других людей. Они на свое сердце не воздействуют. И любовь для них означает, если мне улыбаются, значит, любят. Если не улыбаются, значит, не любят. Они понимают, что любовь рождается из служения. Они думают, что любовь — это симпатия, которая между нами должна существовать по-любому. Если она не существует какое-то время, они идут в ЗАГС и говорят, мы разводимся, потому что мы не подходим друг к другу. У нас нет совместимости, они говорят. Причина развода — мы не подходим друг к другу. Причина развода не потому, что вы не подходите друг к другу, а потому что вы не умеете служить друг другу. Вы не знаете, что все люди не подходят друг к другу, они поживут друг с другом вместе. Любой человек. И через некоторое время наступает вонь во рту. Ну, то есть отношения начинают вонять через некоторое время, понимаете? У всех, у всех людей. Так действует эгоизм, он все портит. И поэтому единственный способ сохранять семью — это подняться до благости. А благостный человек учится жить внутренней жизнью. Он учится понимать все через сердце, учится прощать, просить прощения. Он учится понимать, в чем мои обязанности, потому что люди в страсти думают только о своих правах. Каждый человек в страсти изучает свои права. Девушка говорит, разговаривай со мной нежно. Олег Геннадьевич Лесович сказал, когда человек в страсти слушает обязанности женщины, то мужчина записывает обязанности женщины, а женщина записывает обязанности мужчины. Как вы думаете, это помогает? Так вот, знайте, если вы изучили обязанности близкого человека, то это еще больше вам поможет разойтись. Потому что вы прямо ему под ребро будете бить всегда. Так вы били ему, как могли, а теперь будете точно знать, куда бить. Прямо в яблочко. Проблема заключается в том, что в современном обществе очень много невежества и страсти. Но в современном обществе также есть благость. Благость означает люди, которые живут вокруг храма. Не территориально, а сердцем. Которые строят семьи в отношениях друг с другом. Которые ищут свою веру, находят ее. И потом дальше дружат друг с другом, помогают друг другу. В таких общественных отношениях есть совесть на все 100%. И человек должен строить свою жизнь именно в соответствии с взглядами такой культуры. Например, какой фильм смотреть, это важно или нет? Когда вы смотрите фильм, что происходит? Доверительное общение. Артисты раскрывают себя, когда очень качественно. То вы полностью открываете им свое сердце. И дальше что происходит? Если артист бросает свою жену, то это означает, что в сердце попадает именно тот вид знания, который он культивирует. Если артист убивает кого-то в личных интересах, значит этот вид знания он культивирует в вашей жизни. Если артист показывает вам в эту вот жизнь с целью добиться своего, то этот вид знания он показывает. Я уж не говорю про те фильмы, где просто откровенно занимаются развратом или пугают народ всякими ужасами. Это уже откровенный отстой, который точно разрушает жизнь. Этот откровенный отстой уже проник даже нашим детям. Вы посмотрите, что за мультфильмы раньше были, и что сейчас. Помните раньше мультфильм? Советский. Мы критикуем сейчас советский строй. Вместе весело шагать по просторам и, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. А есть вообще откровенно мудрые песни, которые просто указывают, как жить. Я вообще не знаю, откуда эти слова берутся, и откуда авторы находили такое мудрое знание. Ведь это откровенно цитирование священных писаний. Вот, допустим, в Ведах сравнивается Бог с Солнцем. И когда искорка поворачивается, душа поворачивается к Солнцу и начинает в сердце направлять свои усилия, начинает молитву, святость искать в жизни, начинает желать всем счастья, то такая душа побеждает свою судьбу. «Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за Солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра». Классно ведь? Это советская песенка. «Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра». Классно? Это настоящее знание. Откуда оно исходит, не важно. Важно то, что оно побеждает судьбу. Все веры хороши там, где есть Бог. Потому что Бог создал разные культуры, разные традиции, потому что есть разные люди. У каждого человека есть свои отношения с Богом. И чтобы эти отношения с Богом существовали, для этого существуют также разные способы этих отношений. Поэтому существует так много вер разных. И не надо никогда ненавидеть какую-то из вер. Если вам хочется идти своим путем, это так и надо делать. Но никогда не надо говорить, что это все остальные пути неправильные. Как определить, правильный путь или нет? Если есть Священное Писание, которое проверено временем, столетиями, тысячелетиями, значит, это правильная вера. Если есть святые люди, которые возникают в результате этого пути, так же эта вера правильная. Если эта вера утверждает принципы нравственности и дает людям правильные вещи, не убивай, живите в мире, не разводитесь, будь добрым к другим людям и так далее, значит, эта вера правильная. А все остальное — это детали. Современное понимание семьи и влияние на судьбу. Смотрите. Чем в обществе меньше культуры, тем больше будет разрушаться понимание семьи и семейные устои. Вот идеальный вариант, когда мужчина ведет себя мужественно, женщина — женственно, когда они оба правильно понимают, что такое уважение. Допустим, уважение к женщине — это считать ее самой лучшей, самой красивой. Вот как вы думаете, что жена всегда самая лучшая? Нет. Нет. В жене видно тысячу недостатков. Как она может быть самой лучшей? Теперь жена самая красивая? Нет. Потому что она стареет, а вокруг девушки молодеют. Но уважение означает считать жену, это аскеза для мужчин, считать жену самой лучшей для себя и самой красивой. Вот это называется уважение. Это является аскезой, которая рождает любовь. Это самообман? Нет. Это такой вид аскезы. Видеть самое лучшее в своей жене и ценить ее больше всего. Теперь как надо относиться к мужу? Надо уважать мужчину, своего мужа, как старшего. сейчас мужчины старше или нет? Нет. Мужчины делают много глупостей сейчас. Чаще женщины старше, а не мужчины. Теперь надо мужчину так же считать, как самого разумного. Часто мужчины разумные? Часто нет. Но это аскеза для женщины, считать мужчину старшего и самого разумного. Скромно преподносить свое мнение и выставлять мнение мужа выше своего. Такова аскеза для женщины, которая показывает, что она уважает мужа. Теперь у меня к вам вопрос. А легко ли женщине считать своего мужа старшим? Очень трудно. Очень трудно. Легко считать ли женщине, что его мнение более важно, чем мое? очень непреодолимо трудно. Смотрите, как устроена психика мужчины и женщин. Женщина, она по своей природе очень тонко чувствует истину. А мужчина по своей природе это тот, кто очень сильно держится за свой путь и идет своим путем. женщина не имеет своего пути. Ее путь это поддержание истины. А для мужчины есть направление какое-то в движении. Когда человек движется в каком-то направлении, всегда могут быть ошибки. Интересно знать, что женщина, она очень внимательно следит за ошибками мужчины. Ее природа следит за ошибками. У каждой женщины. Каждая женщина по природе преподаватель. Она всегда воспитывает своих детей и своего мужа. Самым первым преподавателем в жизни человека является мать. И самым близким преподавателем в семье является жена. И представьте, женщине по природе дано видеть все недостатки близкого человека. И при этом уважение к нему, то есть это проявление любви, без этого вообще любви не бывает. Первый шаг к любви — это уважение. И уважение к близкому человеку означает считать его мнение главным и при этом видеть тысячу недостатков в этом мнении. Аскеза? Аскеза. Теперь сразу возникает вопрос. И опять же считать его самым уважаемым человеком. женщина. Но женщина видит, кто уважаемый, кто нет. Она видит мужчин очень много в тысячу раз более уважаемых, чем мужа. Например, сосед. И при этом надо его считать самым уважаемым человеком. Да? Это большая аскеза. Теперь сразу возникает, у вас вопрос возник, зачем это надо вообще? Вопрос возник, нет? Да. А вот дальше все становится интересно. Очень интересно дальше все становится. Оказывается, что если женщина уважает мужчину как самого серьезного человека, она уважает его мнение как самое лучшее, то в этот момент происходят две вещи. первая вещь. У мужчины появляется сильная благодарность сердцу, которая заставляет его слушать мнение жены. Он в этот момент начинает говорить, слушай, а ты как все-таки считаешь? У него появляется такая сильная потребность спрашивать ее. и второе, что интересно возникает, он действительно становится лучше и начинает делать правильные вещи. Потому что единственный способ для мужчины сделать правильную вещь это догадаться самому. мужчина, психика так устроена, что ему надо догадаться самому. Например, поднимите руку, кто здесь пришел на лекцию вместе с женой. Мужчина с женой вместе, всеми, поднимите руку. А кто из вас жена первая начала слушать лекции? Вот на первом ряду. Согласитесь со мной, что это не результат влияния жены, а вы сами пришли на лекцию. Так ведь это или нет? Отчасти. Но все равно в основном сами, так? Нет? Он очень мудрый мужчина. Но в основном мужчины все знают, что даже моя жена слушает лекции. Но я как бы сам пришел к этому. Как сделать это? Надо его начать уважать. Кто спросил? Сейчас будем тренироваться. Вы замужем? У вас муж не ходит на лекции? Нет. У него есть какие-то взгляды на жизнь? Он вам какую-то философию говорит? Что-то говорит вам вот так, надо вот это, то, сё. Какие-то понятия есть жизнью? Как скажешь, дорогая? Это значит, что вы его же задолбали, наверное, уже. Что понятие это есть у любого мужчины же. женщина психически сильнее мужчины. Поэтому, если вы его задолбали, он уже сдается и говорит, как скажешь, дорогая, я как бы всё капитулирую. Нет? А как? Как, как? Как ты думаешь? Здорово же. Наоборот делать. Я говорю, вот так, он делает наоборот. хорошо. Вам надо тогда подойти к нему и сказать, я принимаю твои взгляды, и то, как ты сделал, это тоже хорошо. Как он вам ответит? надо это сделать по-доброму. И что дальше произойдет? Дальше что произойдет? Его сердце к вам оттает, оттает. Нет, я не говорю о чувствах сейчас о ваших. Я говорю о вашем принятии и антагонизме его как личности. Принятие это аскеза. Вы когда сейчас о муже говорите, то вы говорите как о безнадежной личности, которая никогда не исправится. Я так чувствую обратную связь вашего сердца с вашим мужем. А причина заключается в том, что очень трудно женщине в целом согласиться с мужчиной. И при этом не обязательно же принимать его мнение. Надо просто с ним согласиться. женщина никогда не поменяет свое мнение вообще. Это невозможно. Но согласиться может легко. Вот допустим, у женщины есть какое-то желание, чтобы муж ходил на лекцию. Это желание пропадет? Нет. Шансов нет, чтобы оно пропало. Но вы не идете на поводу своего желания и не сильно его докладываете мужа. Просто если муж говорит, а я на лекцию не буду ходить, вы тогда его обнимите и скажите, а ты мне вот любое нравишься, хоть будешь ходить, хоть не будешь. Я счастлива с тобой по-любому. Все замечательно. Следующий результат такого поведения? Сердце становится мягче по отношению к вам. Антагонизм проходит. Если вы будете делать шаг за шагом в этом направлении, то дальше произойдут следующие вещи. Первое, что произойдет, он начнет вас уважать и быть благодарным вам за то, что вы так себя ведете. Он это оценит. Оценил уже, нет? Думаю, да? Нет, он скажет об этом, скажет. А потом дальше он начнет интересоваться то, что вы делаете. И потом дальше он придет на лекцию. Но придет сам. Скажет, я сам это все знаю. На лекции он послушает все и скажет, я все это сам знаю. Он подтверждает мои мысли. мужчины и женщины лекции слушают по-разному. Вот смотрите, женщины слушают лекции как? Так как они сердечные люди, у них сердце открыто, они лекции вот так слушают. Они все впитывают как губки вот так. Все, 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 все. И потом точно так же все говорят. Ничего не меняет. например, если я что-то не так сделаю, моя жена подходит ко мне и говорит, лекция такая-то, минута такая-то. Шансов нет потом отвертеться. Мужчина как слушал? совсем иначе. Они сидят очень с умным видом и слушают, что так же, как я считаю, а что не так же. Если что-то не так же, тогда мужчина начинает думать, надо разобраться в этом вопросе. И он потом долго разбирается. Женщина же сразу раз приняла все. А если она что-то не может принять, тогда она думает, как же это принять? психика совершенно по-разному устроена, мужчина и женщина совершенно по-разному. Поэтому мужчина, он всегда, его мнение является главным в жизни, иначе бы он не развивался. если у вашего мужа есть свое мнение, значит супер. Но есть также знание, как его поменять с помощью любви. Любовь это у женщины, любовь проявляется именно в принятии мнения мужа. Это значит, что его разум, вот если вы приняли его мнение, то его разум уже повернулся чуть-чуть к вам. Вы знаете, как паровоз едет по рельсам и можно стрелочку передвинуть, и он чуть-чуть сместился, опять едет. Он это знает, паровоз чувствует, что поезд чувствует, что он едет, вот вы в поезде едете, вы чувствуете, что поезд поворачивает. Только если очень сильно. А в основном едем прямо, да? Но в какой-то момент оказывается, что мы едем прямо в противоположную сторону, но все время ехали прямо. И мы сами едем опять прямо, но уже в противоположную сторону. Так и женщина должна обращаться с мужем своим уважением и смиренным подходом. Она все время понемножку поворачивает к себе его стрелку. И поезд быстро едет, быстро едет, чуть-чуть поворачивает, чуть-чуть, прошел год, и он уже быстро едет наоборот. вот так женщина должна воспитывать свой мужем. аккуратно передвигая стрелку. Поднимите руку, у кого уже получилось так в жизни, хоть раз женщина. Вы очень мудрый, очень мудрый. Это правильно. Большинство женщин, они устают, они не верят, что что-то поменяется. Как вы думаете, что просто мужчина услышал вас, о чем вы хотите сказать? Сколько нужно раз ему сказать? Где-то около 50 раз. Поэтому спокойно говорите. Не то, что подряд 50 раз. Находите момент. Я вам гарантирую, что на 50-й раз он серьезно задумается о том, что вы говорите. 100%. Это железно. Но каждый раз надо говорить ненавязчиво. Хорошо бы на лекцию сходить. Ладно, пошла все. Как на лекции было? Нормально было на лекции, жалко, что тебя не было. И считайте, от галочки себе отмечайте, там сколько, два раза сказал уже, три. четыре. На 50-й он уже начнет думать об этом. Не то, что он сразу на лекцию пойдет, он будет думать уже. Что-то жена много говорит об этом. Наверное, в этом есть смысл. Так, вот такая разница между мужчиной, мужской психикой и женской. Какие виды брака в современном обществе бывают? И что относиться, как относиться к современной культуре? Пожалуйста, я вас умоляю, возьмите все фильмы, которые вы смотрите, не берите их подряд где угодно. Изучайте, какие нравственные фильмы, какие нет. Есть фильмы с религиозным содержанием, с нравственным содержанием, патриотические фильмы, их смотрите, все остальное не надо смотреть. Не надо смотреть все подряд, даже если это там Оскар, не надо все это смотреть. Потому что то, что вы смотрите, то передается в вашу судьбу и меняет ее незаметно. Вы даже сами не замечаете, как это происходит. То же самое с детьми. Выберите только нравственные мультфильмы. Дети же не разбираются, им что дадут, они все это смотрят. Есть куча нравственных, тысячи нравственных мультфильмов есть. Большой огромный кинематограф, изучите все это, оставьте только нравственные, все остальное не смотрите. Теперь вы скажете, ребенок может где-то в другом месте увидеть. Это факт. Но вкус к этому уже не будет. Вкуса уже не будет. Он посмотрит, потом фу, я не хочу это смотреть, все, мне это не нравится. Ему будет нравиться, чистое, светлое, что-то смотрю. Я когда в самолете летел, в Индию, 6 часов лететь, спать не мог, и все пересмотрел, то, что у меня было, и думаю, что же там посмотреть. Начал смотреть этот кинематограф, то, что мне предлагали, страшно просто, я просто название смотрел, у меня не было вкуса ни к чему. Я, знаете, одну вещь нашел, и я так был счастлив. Старый, старый фильм, там 50-х или 60-х годов, сказка о царе Салтане. Вот такая вещь просто, супер, и я начал слушать просто наслаждение, просто одно наслаждение. Сватья, баба, бабариха, извести ее хотят. Даже сам слог Пушкина вот такой удивительный. А во лбу звезда горит. Вот здесь на самом деле, вот здесь вот находится у человека зона, которая является центром концентрации его мысли, внимания. Когда человек очень сосредоточен на Боге, на возвышенном, то у него из этого места сияние идет. И откуда Пушкин знал эти тонкости древней культуры, знания о человеке и так далее. Удивительно. Талант человека идет от Бога. Виды браков в современном обществе. В целом можно разделить три вида браков. Первый вид браков это браки, в которых нет гарантий. То есть люди сходятся и говорят наша гарантия в том, что мы просто хотим быть вместе. И так как мы верим друг в друга, нам больше ничего не надо. Эти люди не знают, что есть судьба, они не знают, что в каждой семье всегда возникает момент, когда люди не могут быть вместе, их растягивает. И тогда их спасают друзья, родственники и Бог. Вот в каком случае спасают друзья и родственники? Когда человек вместе с женой, с друзьями и родственниками пришел в ЗАГС и при всех поклялся честно, что он будет жить с этой женщиной и расписался. Вот тогда его спасают друзья и родственники, потому что через друзей и родственников тогда идет клятва, начинает действовать клятва. И к своему прискорбию иногда я вижу такую картину, что люди приходят в ЗАГС и там поясничают просто. Хотите ли вы жить с этим человеком? Конечно! Они не понимают важность этого процесса, просто смеются над этим всем, что происходит. Дальше есть еще третий тип брака, когда люди идут и венчаются. В этом случае Бог уже отвечает за их отношения. и когда совсем тяжело, то происходит неожиданная ситуация, которая соединяет людей. Это милость Бога. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, мой муж не хочет расписываться. Что это значит? Это значит, что ваши отношения не возвысились настолько, чтобы он расписался. люди в невежестве вообще не хотят слышать даже никаких законов. Люди в страсти тоже живут как хотят часто. У них есть законы, но в основном законы связаны с их пониманием вещей и с тем, как разрешает государство. Если государство разрешает жить гражданским браком, они живут таким образом вместе и все. Они говорят, у нас все нормально, мы законные. людям в страсти важно быть законными. Важно, чтобы закон разрешал. Но проблема заключается в том, что когда люди не расписались, они также не считают друг друга мужем и женой. Вот это самая ужасная вещь. Потому что если люди начали жить вместе и год вместе живут, они уже точно муж и жена. Потому что это определяется не росписью, а тем, насколько сердца связаны друг с другом. узелочек судьбы завязывается где-то за год совместной жизни. А может завязаться даже и раньше. И в этом случае, если один человек бросает другого, то тогда он будет за это серьезно отвечать. Теперь вопрос, а как сделать так, чтобы человек захотел расписаться? А для этого надо повышать уровень своего понимания жизни. Вот смотрите, основная проблема в работе над своей судьбой заключается в том, что люди пытаются поменять близкого человека. Близкого человека поменять невозможно. Объяснить также ему ничего невозможно. Воспитать его невозможно. но что-то можно сделать, и я вам объясню, что это самое эффективное. Понимаете, есть два способа влиять на ситуацию. Один способ влиять с того положения, в котором ты находишься, это быстрее и многим кажется надежнее. И люди сразу начинают пытаться менять ситуацию. Они говорят, пойдем расписываться, пойдем расписываться. А в том положении вещей, в том состоянии, в котором человек находится психически, для него это невозможно. Просто невозможно. И что тогда делать в этом случае? То, что и всегда. И это является главным и единственным действием, которое восстанавливает семью. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Для того, чтобы сердцем растопить кусочек льда в сердце другого человека? Что нужно сделать, Максим, чтобы растопить кусочек льда? Так, что ты хотел сказать? Пора заканчивать. Хорошо. любовь это не то что у нас есть любовь это то что есть у бога поэтому единственный способ действовать это повышать уровень отношений с богом в семье сначала ваши отношения будут невежественными себе как у всех потом они подняться поднимутся до уровня страсти в этот момент вы по крайней мере будете пытаться уважать друг друга а потом они поднимутся до уровня благости ваши отношения и между вашими сердцами появится уважение и желание служить это происходит когда хотя бы один человек в семье поставил алтарь начал правила какие-то в жизни соблюдать просить прощения прощать близкому человеку и так как путь хоть в одном направлении хоть в другом если проводится то сердца очищаются вместе сначала человек очищает свое сердце у него появляется правильное отношение потом он очищает отношения и отношения налаживаются а потом он своей молитвой очищает сердце уже близкого человека и у того меняется представление о тебе и таким образом человек отрабатывает всю свою семейную карму, дальше начинается счастливая жизнь. Сколько на это время понадобится? Обычно 2-3 года. Но зато если каждый день человек это делает, что дальше будет? Много-много лет счастья. Потому что близкий человек начинает реально чувствовать тебя как личность, понимать твои проблемы. Так люди вообще не чувствуют другого, у них каменные сердца, они чувствуют только себя. Вот заметьте, что многие люди по 20 лет живут и не знают друг друга, не понимают. Не слышат, не видят. Почему? Потому что никто не работает над этими отношениями. Обычно отношения в сердцах отравлены у людей. Если нет наслаждения между сердцами, до свидания, я с тобой жить не буду. Хотя бы капелька наслаждения должна быть. Нет наслаждения, до свидания. Или живу, потому что дети. Но если человек начинает прощать, просить прощения, думать о святости, то, несомненно, он побеждает свою судьбу. Это вопрос просто времени. И чаще всего не столько много надо времени, сколько вы думаете. Может быть, гораздо быстрее вы почувствуете чистоту близкого человека, начнете к нему относиться правильно, так же, как вы относитесь к своему ребенку. Почему вы к нему правильно относитесь? Потому что вы его как душу чувствуете, чистым, он для вас родной. А для того, чтобы близкий человек стал родным, для этого надо потрудиться. Бог дал уже с самого начала, что ребенок становится родным. Но для того, чтобы муж стал родным, для этого надо потрудиться. Мы завтра с вами продолжим беседу. Мы поговорим о изменах, разводах, однополых браков, воспитании детей в современном обществе и победе над семейной кармой. Я надеюсь, что вы не зря пришли сегодня на лекцию. Я надеюсь, рассчитываю на это. Спасибо вам большое. Давайте все сядем прямо. Осталось несколько минут. Меня подошла администратор ко мне вчера и сказала, пожалуйста, ну, ходите в 10 часов со всем, чтобы все здесь никого не было. Потому что люди до 10 часов работают, иначе они просто ждут. У них уже закончилась рабочая смена. Поэтому нам надо как-то уважительно относиться к этому. Надо вспомнить что-то святое, что у вас есть в жизни. Вот что вас вдохновило? Что-то святое. Это может быть изображение, икона. Может быть святое имя Бога. Допустим, в мусульманстве поклоняются имени Бога. Или священное писание. Или это может быть человек, возвышенный человек, который дал вам знания. Может быть, это святое место или святое источник. Может быть, храм вас вдохновляет какой-то. Кланьтесь источнику счастья, тому, через что Бог действует в вашей жизни. Источнику чистоты. Мысли накланьтесь и повторяйте. Я желаю всем счастья для того, чтобы служить этому источнику чистоты. Жить означает служить. То есть мы должны быть полезными. Пропускать счастье через себя, думать об чистоте и отдавать другим. Я желаю всем счастья означает отдавать то, что вы вспомнили. Больше ничего не означает. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.